История главного героя пиковой дамы Германа тронет многих. Легенда о беспроигрышной комбинации карту влекла его в мир темных страстей и довела до безумия. Этот персонаж показывает, как навязчивая мысль может заставить человека пойти на все. С такой историей в музыкальном театре начинают новый сезон. Мой персонаж, когда получает эту навязчивую мысль о тройке, семерке и туз, о этих трех картах, он начинает на этом просто, как сказать, он помешался на этом и он ни о чем думать не хочет. Начинает повторять эту навязчивую мысль, что тройка, семерка, туз, то есть только этот, только об этом думает. У нас социум есть, у нас есть какие-то, как сказать, обучающие моменты, есть коллеги, которые могут сказать, не играй в карты, не ходи в рулетку играть там, в общем там и так далее. То есть, ну, у Германа никого не было, он один был абсолютно. Постановочная группа подготовила для зрителей немало сюрпризов. Уже в фойе барнаульцы погрузятся в атмосферу спектакля. Колода карт авторская, нарисована специально для спектакля. Такими же картами будут играть и артисты на сцене. А художник Николай Чернышов использовал в сценографии некие метафоры, которые помогут зрителю оказаться в городе на Неве, где и происходит история пиковой дамы. Спектакль «Пиковая дама» тоже выбран не случайно. Это одно из самых таких противоречивых произведений. Что есть правда, что есть ложь в этом спектакле предстоит увидеть, услышать зрителю. Мюзикл «Пиковая дама» – некамерная постановка. Одномоментно на сцене будет присутствовать до 40 человек. Премьера спектакля пройдет уже в эту пятницу, 29 сентября в 18.30, а также 30 сентября и 1 октября. К слову, мы тоже хотели купить билет, но оказалось, что все места давно раскуплены. Анастасия Дороган, Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.